Дорогие друзья, добрый день! С праздником! Наш любимый город, с праздником вас! Дорогие друзья, сегодня, по-моему, как никогда удачный день для того, чтобы понять, почувствовать, что только вместе мы можем сделать наш любимый город лучше. Одной большой командой, вот поверьте, на нескольких площадках сейчас в городе Владивостоке мы реализовываем красивые проекты. Вот сейчас здесь мы находимся на площади Борцан за власть советов, а на канале на остров Русский мы открываем небольшой, вот на полтора километра, песчаный пляж, где выступают вот сейчас, прямо сейчас и пловцы, и триатлон, и ребята с подводной охотой. Это прямо новая точка, которая будет, я убежден, в этот вечный сезон для вас одной из самых любимых. Мы вкладываемся в каждую часть города, вот поверьте, самостоятельно. Я уверен, что многие из вас голосовали за точку благоустройства города Владивостока, но вот я сам лично выбрал Сафонова-14, наверняка знаете, озеро, в котором живут черепахи. Ну, понятно, я там не живу. Ну, поймите, если мы все вместе не определим, что только целиком город может процветать, что только в любой, в каждой, от центра до Второй речки, от Трудового и до Рейники, мы можем сделать город лучше своими собственными усилиями, усилиями города. Только так наш город будет процветать. Мы одна огромная команда. И если мы это способны сделать в городе, поверьте, мы это точно сделаем в стране. Нам досталось, благодаря нашим предкам, сильная, самостоятельная страна. И если мы продолжим работать, трудиться и созидать, у нас ждет великое будущее. Каждого из нас, каждого жителя моего любимого города, я поздравляю с Днем России и моего тоже. Ура! Благодарим, Константин Владимирович. Дорогие друзья, ну и, конечно же, сегодня с центральной сцены в честь празднования Дня России непременно прозвучат стихи наших родных приморских авторов. Приветствуйте. Стихотворение Натальи Фориковой В царевне лебедь все по силам, любое чудо совершить. Городы на острове пустынном, дворцы и храмы сотворить. Наделить властью и богатством, а взглядом бурю укротить. Провозгласить может на царство и милость царскую вид. Во лбу у ней звезда сияет, белые сильные крыла, А красоте не умолкая, кругом разносится молва. Где ныне явится царевна, во чьих очах премудрый свет? Великодушие безмеры, смиренно мудре привет. Россия лебедь ясноглаза, но много коршунов над ней Клюют с одежд ее алмазы и жемчуг из ее ушей. И закрывая крылом очи корону золотых лучей, Царевна лебедь призвать хочет своих заступников князей. Кто слов на ветер не бросая, пронзает коршунов и тьму, Ведь бог Россию не оставит и сыновья не подведут. В чистом поле разносится голос, Глубоко в земле зреет голос, Поднимается рожь и звенит, Ветер падающих копей, Колосков золотистых трей, Поднимаются хороши, В том и сила русской души. Дорогие друзья, еще раз в день России Звучат замечательные патриотические стихотворения Приморской поэтессы Натальи Зориковой. Песня о том, что Россию лучшую, Открывает крылья могучие, О России песни меча, Песня о том, что Россию лучшую, Отживаются ли предания, Поведил бы из сказок грехи, Говорят истины изначально, От крови, гадаря и измеря, Что жива в России силушка, Не исчезла в деду дальнитизи, Что заслеженной долгой силушкой Поле душ российских не вынесло, Как заря восстает расцветное, Как земле людей насчитается, Как россий в душе свежая, Как душевая и любовь непречающая. Две дырницы вертуют на ветер, Где города и средства петли, Которые призывы и стандартные долгие, Как дырница принесла в дырнии, Как дырница в дырнии, А если вы дырница, Носколько хочется узнать, Что они будут в дырной граждан, А они будут непробедительны, Что у них был, И в дырница в дырнии. Все это будет. Дырница, Дырница, Что с дырницей, А с этими словами, Я думаю, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Молен, Калинка! 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 Молен, Калинка!